Сложные предложения Вы, пожалуйста, не пугайтесь, ведь эти предложения только называются сложные, на самом деле они состоят из простых. Фактически вы ведь уже все умеете делать. Если вы были честными, если вы работали усердно, то вы уже овладели всем инструментарием, необходимым для построения схем сложных предложений. Однако, все же кое-что сказать о них нужно. Итак, сложные предложения. Сложные предложения Насколько вы помните, из школьного курса русского языка бывают двух видов. Сложно-сочиненные И сложно-подчиненные Вначале поговорим о сложно-сочиненных предложениях. Это сложные предложения, в состав которых входит одно или несколько простых предложений, объединяемых с сочинительной связью. Что это значит? Это означает, что каждый из этих простых предложений логически не зависит от другого и не вступает с ним в сильные грамматические связи. Примеры сложно-сочиненных предложений таковы. Например, взрослые пили чай, дети играли в саду. Мы видим, что здесь просто два простых предложения. Они между собой не взаимосвязаны, одно не следует из другого. Просто два замечания на одну и ту же тему. Некая картина. Сложно-сочиненные предложения будут представлять собой просто схемы двух простых предложений, соединенных между собою по пунктирной линии. Взрослые пили чай, подлежащие взрослые. Сказуемые пили, прямое дополнение чай. И обратите внимание, вот этот пунктир мы закрашиваем. Дети играли в саду. Вот, собственно, и все. Иногда в сложно-сочиненных предложениях, конечно же, могут встретиться союзы, обозначающие, собственно, вот эту сочинительную связь. Союзы мы будем выделять таким образом. К примеру, вот предложение. И все осветилось вокруг, и пятна заиграли на воде. Мы рисуем союз И. И наше первое предложение. Все подлежащее осветилось. Где? Вокруг. Закрашиваем пунктир. Снова рисуем союз И. Пятна. Заиграли. Где? Где, где? На воде. На воде. Вот так. Вот таким манером. Я думаю, что для вас, братья мои, не составит труда сразу же перейти к некой самостоятельной работе. Сложно-сочиненные предложения. Попробуйте писать схему самостоятельно, а потом, как вы уже привыкли, вы будете проверять, правильно ли вы это сделали. Итак, мы вошли в лес. Там было очень тихо. Остановите воспроизведение и попробуйте сами нарисовать схему. Проверим. Ничего сложного тут быть не должно. Ну, мы вошли в лес. Закрашиваем пунктир. Подлежащего нет. Было тихо. Где? Там. Все очень просто. Дальше. Девушка стояла на берегу. Она была печальна. Попробуйте сделать самостоятельно. Подлежащая девушка. Стояла. Косвенное дополнение на берегу. На берегу это предложный падеж. С предлогом, естественно. Косвенное дополнение. Закрашиваем пунктир. Она была печальна. Составной именной и сказываемой. Дальше. Попробуйте составить схему самостоятельно. Она торопилась домой. И встречу отменили. Проверим. Она торопилась. Торопилась. Куда? Домой. Закрашиваем пунктир. Ставим союз и. Подлежащего нет. Подлежащего нет. Сказуемое. Отменили. Отменили что? Встречу. Продолжим. Мороз был крепкий. К тому же налетел ветер. Проверим. Мороз. Подлежащий. Был. Крепкий. Составной именной. Сказуемое. Союз. К тому же. Подлежащий. Ветер. Сказуемое. Налетел. Я думаю, что у вас все получается просто замечательно. Еще несколько предложений. Все ушли. Он же остался. Проверим. Подлежащие все. Сказуемое. Ушли. Ж. В качестве союза здесь. Он. Остался. Дальше. Собака скулила. Тем не менее, хозяин не отпускал ее. Попробуйте. Проверим. Собака. Подлежащие. Подлежащие. Скулила. Скулила. Сказуемое. Сказуемое. Отпускал. Отпускал кого? Ее. Винительный падеж. Без предлога. Прямое дополнение. И не забудьте отрицательную частицу «не» поместить под глагол соответствующий. И еще немного. Или он просто опаздывает. Или что-то случилось. Попробуйте сделать схему самостоятельно. Попробовали? Проверим себя. Начинаем с союза «или». Закрашиваем пунктир. Подлежащие «он». Сказуемое «а» опаздывает. Опаздывает каким образом? Просто. Союз «или». Подлежащие «что-то». Сказуемое «случилось». Ну и наконец, последнее предложение. По улицам шли люди и ехали машины. Будьте внимательны. Проверим. Первое предложение. С подлежащим. Люди. Сказуемое «шли». Закрашиваем пунктир. Машины. Машины. Ехали. А где все это происходило? Все это происходило по улицам. Причем слово «по улицам» относится и к людям, и к машинам. Следовательно, это вот тут явный детерминант. Я вам советую его вынести за пределы пунктирной линии. «По улицам». И отметить «по улицам». Как видите, в сложно сочиненных предложениях нет на самом деле ничего сложного. Перейдем к сложно подчиненным предложениям. Сложно подчиненные предложения тоже состоят из двух или нескольких предложений, но связь в них уже подчинительная. В сложно подчиненном предложении одна часть, которая называется предаточным предложением, находится в синтаксической зависимости от другой части, называемой главным предложением. Нужно просто определить, какое предложение главное, а какое предаточное. Но вот здесь есть один нюанс, вот тут есть одна сложность, братья. Попытайтесь просто ее понять. На самом деле, предаточное предложение, вот есть у нас главное предложение. А предаточное предложение, вот все целиком предаточное предложение, выполняет какую-то функцию при главном. Либо функцию дополнения, прямого или косвенного. Либо функцию определения. Либо функцию подлежащего. Либо функцию обстоятельства. Либо функцию приложения. То есть, все предаточное предложение, это как бы один такой большой второстепенный член предложения. Если вы это поймете, то вам не составит труда правильно расположить предаточное предложение на схеме. Давайте приведем несколько примеров. Итак, примеры таких предложений, в которых предаточное предложение выполняет функцию дополнения. Вот просто все предаточное предложение, это как бы эквивалент большого дополнения. Сложно подчиненные предложения. Пример. Он сказал, что звонила сестра. Главное предложение здесь, конечно же, он сказал. Он сказал. А что же он сказал, братья? В принципе, он сказал какую-то речь. И если бы у нас не было вот этой фразы, что сказала сестра, а просто было бы простое предложение. Он сказал речь. Мы бы так его и написали. Он сказал речь. Но у нас вместо слова речь целое предаточное предложение. Так мы его и нарисуем на месте прямого дополнения. Все предаточное предложение, что звонила сестра, выполняет функцию большого прямого дополнения. На схеме это рисуется так. Предаточные предложения, выполняющие функцию дополнения, приложения, определения или подлежащего, рисуются на подставке. Снизу у нас союз, а дальше подставка. И на ней все наше предаточное предложение. Сестра звонила. Еще пример. Отец сомневался, что я выполнил поручение. Главное предложение. Отец сомневался. Подлежащее. Отец. Сказуемое. Сомневался. Просто представьте себе, что вместо предаточного предложения, что я выполнил поручение, стоит какой-то обычный, простой второстепенный член предложения. Например, отец сомневался во мне. Мы бы тогда написали вот так. Отец сомневался во мне. Но вместо во мне стоит целое предаточное. Отец сомневался, что я выполнил поручение. Поэтому мы, ничтожа сумняшееся, на подставочку рисуем предаточное предложение, которое выполняет функцию косвенного дополнения. Что? И на подставку предаточное. Я выполнил поручение. Еще пример. Он вспомнил то, что Лена уехала. Вот здесь у нас уже появляется обобщающее слово то. Ну пусть оно нас не смущает. Главное предложение. Он вспомнил. А что он вспомнил? Он вспомнил то. А что то? Что Лена уехала. Следовательно, все это предаточное предложение выполняет функцию прямого дополнения. Лена уехала. Ничего сложного. Единственная сложность, которая может у вас возникнуть, так это вы можете перепутать функцию союза что. Дело в том, что союз что иногда может выступать как союзное слово. И, например, вот в этом предложении он не сказал, что он сделает. Здесь не союз что, а союзное слово. Оно само по себе является прямым дополнением при глаголе сделает. На схеме это нужно будет изобразить вот так. Главное предложение. Он не сказал. А что он не сказал? Он опять же не сказал какую-то речь. Он сделает что. Имеется в виду, он не сказал, что именно он сделает. Вот это единственный момент, который нужно различать. Чем является что? Союзом или союзным словом? Ну, это легко чисто по логике различать. Итак, мы с вами привели пример использования предаточных предложений в качестве дополнения. Прямого в этих случаях или косвенного, как в этом случае. Однако, предаточное предложение может выполнять и другие функции. Функции других второстепенных членов предложения. К примеру, предаточные предложения могут выполнять функцию подлежащего. Посмотрите. Кто расскажет стихотворение, получит приз. Вот здесь. Главное предложение получит приз. А кто же получит приз? Функцию подлежащего выполняет предаточное предложение. Вот все это предаточное предложение, как одно большое подлежащее. Кто расскажет стихотворение, получит приз. Так мы и запишем. Предаточные предложения в роли дополнения подлежащего определения и приложения мы будем ставить на подставку. Здесь подлежащее кто? Сказуемое. Расскажет. 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 Получит что? Прямое дополнение. Приз. Расскажет. Иногда предаточное предложение может использоваться в качестве приложения. Например, если бы предложение звучало так. Тот, кто расскажет стихотворение, получит приз. Тогда мы бы, ничтоже сумняшееся, поставили подлежащее тот, получит приз Это было бы у нас главное предложение А вот здесь просто нарисовали обоюдоострую стрелочку Тот, кто расскажет стихотворение, получит приз Дальше Тот, кто звонил, не представился Вот это как раз тот случай, когда придаточное предложение является собой приложение Тот представился мне Иногда придаточное предложение может выполнять функцию определения Вот простой пример Мы видели дом, в котором он жил Здесь главное предложение Мы видели дом Видели Что мы видели? Дом Мы видели дом А какой дом? Вот такой дом, в котором он жил В данном случае предложение, в котором он жил, выступает в роли большого определения к слову дом Поэтому мы начинаем это предложение на подставочке рисовать чуть ниже Он И вот так вот эту подставочку мы будем рисовать Важно понять логику Придаточное предложение выполняет функцию второстепенного члена предложения И если придаточное предложение выполняет функцию дополнения, прямого или косвенного, приложения, подлежащего или определения То тогда оно рисуется на подставке Отдельный случай Когда придаточное предложение выполняет функцию обстоятельства Итак Если придаточное предложение выполняет функцию обстоятельства То на схеме оно рисуется следующим образом Вот пример Когда мы выбежали на площадку, поезд уже отошел Главное предложение здесь Поезд уже отошел А придаточное поясняет, когда этот факт произошел Начинаем, как всегда, с главного предложения Поезд подлежащий Отошел Когда же это случилось? Если придаточное предложение выполняет функцию обстоятельства В данном случае это обстоятельства времени То от сказуемого Мы рисуем вниз такую прерывистую черту Вертикальный пунктир Потом на сплошной линии пишем союз В данном случае это союз когда Отсюда продолжаем пунктир Который должен спуститься на сказуемое Придаточного предложения Мы Вы Вы Б Б Ж Ж Л Выбежали куда? На площадку Еще раз обратите внимание Пунктир От сказуемого Дальше Горизонтальная линия На ней помещаем союз И с этой стороны Пунктир Опускаем На сказуемое Предаточного предложения Ну и последний пример Также Когда Предаточное предложение Выполняет функцию обстоятельства Если пойдет дождь То мы будем дома Главное предложение здесь Мы будем дома А предаточное Показывает нам условие При котором мы будем дома То есть все предаточное предложение Выполняет роль обстоятельства условия Итак Мы начинаем с союза То Главное предложение Мы Будем Дома Логически неделимое Словосочетание Помните Помните у нас было Типа Пришел в ярость Вышел из строя И так далее Мы будем дома Мы не просто будем А будем дома Будем дома При каком условии Если пойдет дождь Отсказуемого Вниз прерывистая черта Горизонтальная черта На нее мы помещаем союз В данном случае Это союз Если Отсюда Опускаем Еще одну прерывистую Вертикальную черту И подрисовываем Предаточное предложение Так чтобы вертикальная Прерывистая черта Спускалась на Сказуемый Дождь Пойдет Вот и все Братья мои Вы можете Еще раз Внимательно Прослушать Эту же информацию Потому что Прямо сейчас Мы с вами Перейдем К Составлению Синтаксических Диаграмм Библейского Текста Продолжение следует Продолжение следует